о чем говорят меня зовут дмитрий щеглов это о чем говорят тарас амборский также на связи тарас в своей временной студии да правильно же я понимаю но у меня студия на колесах потому что я вот заканчивал отпуск семьей и возвращаюсь домой вот в италии вот сидим просто на террасе ну что ж вот у нас и работы да на этот раз у нас интернациональный до подход к географический интернациональный подход очередной в о чем говорят давайте сейчас поговорим про еще одну важную тему которая у нас коснулась многих на на этой неделе это прямая линия владимира путина с народом 4 часа стандартного ежегодного но в прошлом году был перерыв по ряду причин насколько я помню или не было но общение президента с простыми людьми самый народный формат кто дозвонился кто кого пропустили кого допустили было очень много интересных симптоматичных историй которые были связаны с этой прямой линией во первых конечно то что многим бросилось глаза это большая большая большие технические сложности которые сопровождали эту эту прямую линию то есть кучу раз что-то там срывалась какие-то были звонки которые косячились организаторы оправдывались различными дедос атаками но вот в прошлые разы все было как-то так все прилично все было так обставлено все было хорошо на этот раз что-то что-то посыпалась тарас ты как думаешь из-за чего могло посыпаться это общий это мог быть общий сбой как бы ну или просто случайность или это просто падение качества работы уже по всем фронтам в отечественной пропаганде и обеспечение технических служб но само то что мы обсуждаем технический формат мероприятия они его содержание уже в общем-то и отвечает на все остальные вопросы правда об этом ставшим глубокой российской традиции мероприятия я ничего на этот счет не могу думать потому что это может означать означать все что угодно и плохую организацию мероприятия и действительно перебои со связью и действительно плохое техническое оснащение а может быть это мы же любим теории заговоре иногда так вот пообсуждать а может быть это какой-то одна башня кремля придумала якобы ddos ddos атаки вот на против этой пресс-конференции чтобы показать как другая башня кремля плохо справляется с вопросами гиберационной безопасности страны не надо не надо на это смотреть надо смотреть на другое если там было что-то содержательное это можно обсудить и ну кстати в качестве анекдота по моему даже начали поступать новости уже непосредственно во время прямой линии что ddos атака идет с места где в настоящий момент возле одессы базируются корабли нато то есть они видимо должны были специально подъехать поближе к россии чтобы провести настоящую ddos атаку и ddos атака чем ближе тем лучше видимо где-то там воспринимают в этих самых на данных за уровень подозрительности российского чиновничества достаточно высок я думаю чем выше уровень власти выше этот уровень подозрительности поэтому тут я думаю может все что да это прикол немного к содержанию у нас значит ситуация такая было очень очень много вопросов действительно социального характера где-то в школе рухнула стена кстати говоря прям по ходу прямой линии побежали люди эту стену восстанавливать где-то там не проводят газ где-то лишили ветерана труда звания ветерана труда или каких-то выплат или чего-то еще на тюмень была жалоба что в тюменской области вроде как безработица большая там какая-то женщина не могла устроиться на работу они там потом отчитывались тюменские власти что на самом деле безработица один процент и все это в порядке ну то есть по большому счету на самом деле не было ощущения что перед президентом стоит благодарный народ бьет челом и говорит что вот у нас то значит пшеница классится помидоры цветут огурцы сами прыгают в карман и в холодильник и все хорошо все плохо то есть действительно очень много было вопросов про цены про несправедливость чиновников про бездействие чиновников про какие-то проблемы то есть и вот сидел президент от всего этого дела как бы вроде как отбивался хотя хотелось ему конечно поговорить про величие страны про то что украина там управляет находится на внешнем управлении но народ давил на свое народ давил на большие социальные проблемы как мы можем это расценивать это безысходность вообще ничего другого не поступало и люди по этому поводу переживали и или или президенту все-таки решили хоть чуть-чуть показать реальную картину того что в стране происходит я думаю что в ситуационной комнате просчитываются многочисленные форматы подобных и других мероприятий реакция публики на те или иные вопросы и ответы на них и вероятнее всего люди которые готовят путину подобное акции единение с народом посчитали что в этот раз надо продемонстрировать так называемую объективность надо сделать так чтобы не путин решал эти проблемы и выдвинул какую-то свою личную программу по решению заскорузлых проблем нет это было бы слишком ну радикально и невыполнимо на самом деле но если показать что путину можно задать в лицо подобные вопросы то уже самого этого будет достаточно того чтобы как будто бы привлечь путина к решению этих проблем и если исключительно виртуально если мы почитаем анализы многих путинских пресс-конференций подобных то обнаружим что достаточно значительный процент людей задававших путину неприятные вопросы впоследствии тем или иным образом подвергались каким-то взысканием или репрессиям и у абсолютного большинства людей на самом деле ничего к лучшему не поменялось здесь элементарно социологическая наука даже на это работает то есть путин проводит общение с народом 20 лет за 20 лет какие вопросы в какую сторону сдвинулись в лучшую или в худшую и мы обнаружим что за 20 лет большинство вопросов это одни и те же вопросы об одних и тех же проблемах и из этого делается простой социологический факт пресс-конференция с путиным как способ решения социальных проблем людей не работает как способ решения конкретных проблем конкретных людей иногда работает но в целом тоже не работает как тогда в связи с этим надо относиться к подобному жанру как к сложившиеся каким-то просто порядка может быть путин этого не хочет или не хотел никогда традиции ну ты соблюдать вот есть же обязанность президента выступить перед народом за 10 минут до нового года под бой курантов что-то сказать вот в россии сложилась и такая традиция этому мы по-моему слишком много ищем все гораздо проще вот вы видите нарисованы художником полотно просто воспринимайте его таким какой она есть не ищите глубоких смыслов ну еще один нюанс хочется вспомнить путин сказал что он привился спутником наконец-то это подтвердил и он сказал что вроде как там ну то есть он опять же съехал с темы обязательной вакцинации он не настоял на ней он сказал что вообще-то у нас вакцинация исключительно добровольная и так далее так далее сказал но региональные распотребнадзоры могут принять решение о том чтобы ввести какого-то рода обязательную вакцинацию как ты думаешь насколько он вот это его заигрывание с его ядерным электоратом который во многом антипрививочники и к вид диссиденты во многом будем откровен как как оно могло удастся то есть он выскальзывает или или ему нужно было все-таки как-то более жестче выступить на какой-то из сторон этого конфликта тех сторонников сторонников вакцинации и противников вакцинации от коронавируса намекается президенту трудно уже занимать конкретную определенную позицию по любому вопросу потому что вся система взаимоотношения власти и общества в россии построена на взаимном недоверии мы в этом много говорить на перманентном вранье да и люди это понимают и видны чтобы искал путин этому уже не будут верить но не потому что там путин такой плохой потому что еще раз эта система взаимоотношения между властью и общество вот так вот в россии устроен и разумеется никто не поверил кто и не верил до сих пор что путин привел со спутником может быть на какую-то часть его ядерного электорат это произвело какое-то впечатление но вряд ли настолько сильно чтобы эти люди стали новыми носителями идеологии да и от них пошла какая-то волна возбудить возбуждающая антипрививочников не думаю что это все работа вот просто не думаю мне известно несколько случаев когда работников здравоохранения в разных регионах россии все заставляют приказном порядке прививаться противном случае их отправляют неоплачиваемые пуска поэтому любая медсестра какой-нибудь провинциальной больницы которые только что объявили приказ о прививке и которая только что услышала выступление путин сопоставить два этих совершенно несоответствующих друг другу явления сделает определенные выводы и конечно же это выводы будут об очередном несоответствии российской действительности с отчетами российской власти да ну ладно хорошо будем завершать этот выпуск о чем говорят и серию на этой неделе подписывайтесь на наш канал на себя прессе читайте себя пресс непосредственно на сайте комментируйте пишите нам и через неделю также увидимся будем обсуждать все самое интересное самое важное до свидания спасибо всем всем пока